Gerund and infinitive. Это считается одной из самых сложных тем, но не так страшен черт, как его молюют. Когда его объясняют сразу, вместе, тогда легче, нежели когда их отдельно объясняют. Почему вместе? Потому что обычно одно и то же русское предложение имеет два варианта в английском, либо с герундием, либо с инфинитивом. Что отлично, что в четырех вариантах четыре формы герунди и инфинитива совпадают. Вообще у герундия всего четыре формы, а у инфинитива шесть форм. Вот из шести четыре совпадают с герундием для одного и того же русского перевода. Начинаем с герундием. Герундием мы изначально, это глагол цинговый, мы уже это прекрасно знаем. Инфинитив, оно называется simple active gerund, то есть простое, активное, то есть сам человек это делает. То же самое, есть такая же форма simple active инфинитива. Это та самая форма, которая в словаре с частичкой to. Например, to write писать. И простая активная форма герунди это writing. Мы можем для одного и того же перевода в русском употребить их обе. Например, я рад написать письмо. I'm glad to write a letter. Чисто русский перевод дословный. Я рад написать. Либо можно заменить этот инфинитив в герундием. I'm glad writing a letter. То есть to write заменяется на writing. Следующая, вторая форма герундия и инфинитива. Они тоже совпадают в переводе. Это называется perfect active. Перфектное активное. Неважно, как оно называется. Выглядит оно для герундия. Perfect, having и третья колонка. Having written. Написал. И инфинитив to have written. Вместо having, to have и третья колонка. Например, я была рада, что написала письмо. То есть целая русская предаточная, что написала, чтобы не думать, какое время. Они берут перфектный инфинитив. Потому что, что написала в прошлом. Поэтому это перфектный. Так как нет прошедшего аспекта в герундии и в инфинитиве, они берут perfect. Вот такие две формы. I was glad to have written the letter. Либо I was glad having written the letter. Я была рада, что написала это письмо сама. Поэтому active. Следующее. Две формы пассивные. Простой пассивный gerund. У тебя будет being и дальше третья колонка. А пассивный простой инфинитив это будет to be вместо being, to be и третья колонка. Например, я рад, что письмо вообще пишут. I am glad the letter. Потому что это пассив. Поэтому мы выражаем над кем этот пассив происходит. Только в виде он не пассивного залога, а в виде пассивной формы, либо герунди, либо инфинитива. I am glad the letter to be written. Я рад, что письмо вообще пишут. И второе восстановление с герундием. I am glad the letter being written. Типа будучи написанным. Что его вообще пишут. Поэтому это простой, не перфектный, а простой пассивный gerund и инфинитив. И последняя форма. Это перфектный пассивный, как герунди, так и инфинитив. Для чего он берется? Для того, чтобы сказать, что я рад или был рад, неважно. Что письмо уже написали когда-то в прошлом. Не вообще пишут, как было только что в предыдущем варианте простого пассивного герунди инфинитива. А что его написали в прошлом? I am glad, я вообще рад. Либо я был рад. I was glad. Неважно, что по-русски, то и по-английски. The letter, have, извини, перфектный инфинитив будет to, have, been и третья колонка. Continuous, gerund, перфектный, это будет вместо to have, having, потом been и третья колонка, ритм. Ну, неважно, какого гола смысла присущего, третья колонка. I am glad, либо I was glad, the letter to have been written. Либо I was glad the letter having been written. Я рад, что письмо написали в прошлом. Дальше. Еще. Герундий. Может отдельно употребляться. Вот эти формы могут отдельно употребляться в герундиальных комплексах. Комплексы – это наши причастные и депричастный оборот. То есть обычно он стоит либо в начале предложения, запятая, либо в конце, и перед ним тоже запятая. Например, если ты… Я про герунди только говорю, то есть герундиальные комплексы. Если у тебя в русском… Есть русско-депричастный оборот. Например, читая книгу, я заметила тебя. Читая книгу, запятая, я заметила тебя. Вот это читая будет выражено простой герундиальной формой активного залога, потому что сам читая. Reading a book, I saw you. Оно может совершенно не существовать. То есть это просто депричастный оборот, как дополнение к основному предложению. Если оно есть, оно выражается именно так. То есть по-русски мы переводим, что делаю я, а там идет простой герундий. Например, writing a letter, I decided to do something. По-русски так не скажешь, писая. То есть когда я писал целым предачным предложением. Когда я писал письмо, то есть будучи в процессе написания письма, запятая, я решил там что-то такое сделать. Следующее. Либо оно в конце стоит. I saw you writing a letter. Я увидел тебя, когда писал письмо. То есть в процессе написания письма. Писа, так нельзя сказать. I noticed him reading a book. Я заметила его, читая книгу. Следующее. Перфектный герундий может быть в герундиальном комплексе тоже. Это будет наш тоже депричастный оборот, но он с прошедшим значением. Уже написав, что сделав. Никогда я, например, не читая, а прочитав книгу, я решил выйти. То есть как с оттенком прошедшего времени. Что сделав. По-русски это будет что сделав. Не что делая, как первый был вид герундиального комплекса с обычным герундием активным. Простым. А здесь перфектный, простой. Having read, 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 read. Третья калка. Having read this book, comma. I decided to go out. Прочитав эту книгу, я решил выйти. Либо в конце предложения. I decided to go out having read this letter. Я решил выйти, прочитав это письмо. Это был активный залог. То есть герунди был как простой активный, так и перфектный активный. Теперь пассивный. Помним, четыре там формы есть. Когда мы в русском имеем, конечно, так как это пассивный, на первом месте всегда будет стоять над чем производится действие. Например, письмо, будучи прочитанным вообще, кажется очень там замечательным. То мы берем простой пассивный герундием. The letter being read seems to be very nice. Письмо, будучи написанным, вообще будучи написанным, кажется очень классным. Если тебе то же самое, письмо, но только казалось, будучи написанным в прошлом, казалось тебе классным, то мы берем перфектные герундии. The letter having been read или written seemed very nice. Письмо переводится практически так же. Будучи написанным, казалось очень классным. То есть ты здесь можешь определить, где настоящий, где простой герунди, где перфектный, только по контексту. В первом случае письмо, будучи написанным, вообще кажется seems to be nice. А если казалось с прошедшим seemed to be nice, то перфектный, пассивный вот этот оборот. The letter having been read seemed very nice. Письмо, будучи прочитанным, можно сказать еще yesterday, казалось очень хорошим. И казалось, пассивный нам показывает, что это в прошлом. Поэтому это перфектный. Потому что в герундии нет прошедшего. Вот для прошедшего существует перфектный вот этот вот герунди. И еще. Про герундию. Оно может существовать просто самостоятельно, как существительное. Например. Чтение – это замечательный процесс. Reading is a very nice process. На месте подлежащего стоит. Либо оно стоит на месте дополнения. I like reading. Я люблю чтение. Вот здесь вот оно совершенно спокойно можно заменять его обычным инфинитивом. Если в предыдущих герундиальных комплексах лучше не надо заменять его подобными формами инфинитива, совпадающими по смыслу. Там чисто герунди. То есть здесь спокойно можно сказать. To read is a very nice process. Читать – это очень классный процесс. Так же, как reading is a very nice process. На месте подлежащего. И то же самое на месте дополнения. I like reading – я люблю чтение. Либо I like to read – я люблю читать. Чаще всего они взаимозаменяемы. Но есть глаголы, после которых идет всегда чисто ерунди. Есть чисто инфинитив. И они там невзаимозаменяемы. Я выложу фотографии на стене. Не на стене, а в нашей группе. И надо потренироваться. Например, у нас был глагол mind – это возражать. I don't mind. И дальше lending. You, my dictionary. Я не возражаю. Одолжить вам мой словарь. То есть ты уже говоришь не to lend, потому что кажется, одолжить, инфинитив. Но после mind – всегда ерунди. Есть вот I can't help – я не могу не переводиться. Типа я не могу помочь. А я не могу не восхищаться. Я писала когда-то в сообщении тебе. I can't help admiring. Я не могу не восхищаться. По идее, инфинитив по-русски. Но у них после I can't help всегда идет ерунди. I can't help admiring. I can't help laughing around you. Я не могу не смеяться рядом с тобой. Следующее. Это был герундий. И еще. После модальных глаголов. Очень часто у нас встречалось это в примерах в диалогах. Может существовать не только обычный инфинитив без частички to. Вот как мы привыкли. I can't help – я могу помочь. I would, например, cook – я бы приготовил. I should go – мне следует пойти. Там может быть еще перфектный инфинитив, как у нас встречалось в диалоге. I would have done the same thing myself. Я бы сделал то же самое сам. То есть, когда у тебя нельзя сделать прошедшее из глагольчика модального would в составе сложного вот этого глагольного сказуемого. И дальше, по идее, должен быть инфинитив. То ты не можешь употребить обычный инфинитив, потому что ты говоришь в прошедшем аспекте. Я бы сделал это в прошлом. Поэтому для этого берется, для таких случаев, когда нельзя сделать прошедшее, берется перфектный инфинитив, перфектная форма для того, чтобы показать, что это в прошлом. I would have done. I would have hit. Я бы его ударил. Hit, hit, hit – третья колонка. Модальный глагол. Have – и третья колонка. Либо – иди. Мы это еще видели в составе future, perfect in the past в условных предложениях третьего типа. Тоже чисто должно быть так грамматически. То есть, would, have – третья колонка. И мы его видели, обычный инфинитив, в составе второго типа условного предложения. Would и первая колонка без частички to. Мы сейчас говорим про вот именно перфектный аспект. Следующее. Еще. Где мы можем увидеть все типы вот этих инфинитивов. Инфинитивов. Это в инфинитивных конструкциях. То есть, complex object и complex subject. Я говорила, когда объясняла complex object и complex subject, что я еще об этом скажу, что там может быть все виды инфинитивов. Так как это инфинитивные конструкции. Мы употребляем только инфинитив, не герунди после них. Где надо – частички to, где исключение – без частички to. Например, complex object. Сложное дополнение. Можно сказать, просто как мы привыкли. Например, I want you to come. Я хочу, чтобы ты пришла. А можно сказать, I want you to be cooking now. Я хочу, чтобы ты сейчас готовила. Я забыла рассказать про два еще инфинитива. Сейчас. Я сначала расскажу на том инфинитиве, который был. Значит, мы привыкли видеть просто простой инфинитив после вот этой I want, там I expect, конструкции, совпадающей по-русски. А дальше в приданочном предложении по-русски мы заменяем его дополнением инфинитивом. Так вот, мы привыкли обычный simple инфинитив видеть. I want you to cook. Я хочу, чтобы ты приготовила. Если я хочу, чтобы ты уже приготовила, то заменяем present perfect. That you have already cooked. То есть мы себе облегчаем. I want you to have cooked already. Я хочу, чтобы ты уже приготовила. Если пассивный залог. Я хочу, чтобы ужин вообще приготовили. Мы берем simple инфинитив пенсер. I want the dinner to be cooked. Вообще, чтобы его всегда готовили. То есть мы заменяем present simple perfect. I want that the dinner should be cooked или is cooked. Все. То есть, чтобы не думать, should be cooked или is cooked. Пассивный залог, либо с модальным выголом. Они берут просто пассивный инфинитив после подлежащего. И получается I want the dinner to be cooked. Если я хотел или хочу, чтобы ужин уже был приготовлен. Типа заменяем perfect. Мы берем perfect, пассивный инфинитив. I want the dinner to have been already cooked. Все. Дальше. Я хочу, чтобы его уже приготовили. Либо я хотел, чтобы его уже приготовили в прошлом. То есть тогда, если бы я хотел, I wanted the dinner to have been cooked. Это мы заменили бы past perfect. Я хотел, чтобы the dinner had been already cooked. Чтобы не думать, past perfect. Или если я хочу, чтобы его вообще приготовили уже. Present perfect. То есть, чтобы не думать над временами. Вот одну форму берется и все. Они употребляются довольно-таки редко. Поэтому не надо пугаться. Надо один раз просто это отработать.